Какой самый жалкий поступок вас вынудила совершить бедность? Пришлось сказать дочери, что кто-то украл все наши рождественские подарки. На самом деле не было никаких подарков. Использовал средства для мытья посуды, как гель для душа, стиральный порошок и средства для мытья посуды. Однажды мне пришлось неделю вытирать задницу бумажными кофейными фильтрами. Туалетная бумага стоила для меня слишком дорого. Крал бабки из бумажника своего деда, когда у него началась болезнь Альцгеймера. Семья ругала его за то, что он где-то теряет деньги. Спустя годы, когда я встал на ноги и начал хорошо зарабатывать, я вернул ему все украденные деньги и признал свою вину. Он простил меня, но я до сих пор чувствую себя виноватым. Твой дедушка с болезнью Альцгеймера вспомнил про это спустя годы? Не совсем. Я объяснил ему, почему я это сделал и что я все еще чувствую себя отвратительно из-за этого. И он меня простил. Я попросил у него прощения перед всей семьей, чтобы они все знали, что я сделал. Изменено. И я крал небольшие суммы. 60 долларов или типа того. Сделал это несколько раз в течение нескольких месяцев. У него в бумажнике всегда была пачка 20 долларовых купюр. Сношалось с парнями, которые мне не нравились, только чтобы переночевать у них и поспать на кровати. О, бог ты мой! У меня всегда на такой случай есть надувной матрас. Хрена с два я позволю кому-то из своих друзей почувствовать, что им некуда пойти. Случай произошел, когда я учился в колледже. Это были весенние каникулы. Все разъехались домой. В кампусе не работали никакие службы. И я никому не мог обратиться за помощью. Я на тот момент не ел уже два дня. В конце концов, я вышел за пределы кампуса и увидел в соседнем доме открытое окно. Внутри никого не было. Я забрался в окно и направился на кухню. Нашел пакет и набрал туда еды где-то на 50 долларов. Я взял вилку и больше ничего. Хозяевам я оставил записку, в которой извинился за то, что взял их еду. Объяснив, что я был очень голоден и не ел несколько дней. До сих пор мне не дает покоя тот поступок. Я обичевал у своего приятеля, потому что у меня не было денег на аренду собственного жилья. Он уходил на работу, а я шел в книжный магазин почитать. Потом шел в Костка, чтобы похавать бесплатных пробников какой-нибудь жратвы. Так я жил около двух недель. Думаю, за 15 дней я потратил около 20 баксов. Некоторые работники, раздающие пробники, начали помогать мне. К примеру, тайком давали мне половину сэндвича со свининой, йогурт и так далее. Я почти ежедневно воровал что-то в Walmart. Это не самый жалкий поступок в мире. Но все равно отстойно, когда тебе приходится воровать, чтобы поесть. Иногда я работал волонтером на кухне в приютах для бездомных, чтобы потом бесплатно поесть. Я и так иногда занимался волонтерством. Но в какой-то период жизни я делал это специально для того, чтобы в конце мне дали еды. Это, наверное, более унизительная и жалкая история. Нет, воровство это жалкий поступок, да. Но в том, чтобы работать за еду, нет ничего плохого. Собирал металл из заброшенных домов и останков машин, чтобы продать его на свалке. Просто чтобы добыть денег и купить немного еды. Чел за прилавком на свалке ничего не говорил. Но когда он взвешивал маленькие кусочки меди, алюминия и нержавеющей стали, его взгляд говорил все и без слов. Я периодически срубал маленькие деревья на государственных участках, чтобы в коттедже, в котором я жил зимой, было хоть немного теплее. Ведь я не мог позволить себе включить электрический обогреватель. Пробирался по ночам на местный завод по переработке мусора, свалку, в поисках вещей, пригодных для продажи, или тех, которые я мог бы использовать сам. Это была пара тяжелых лет, но я выкарабкался. Сейчас моя жена иногда злится на меня, потому что, по ее словам, я во всем вижу возможную выгоду. К примеру, я беру ветки толщиной с карандаш и связываю их вместе, чтобы потом использовать их в качестве дров. Видимо, какие-то вещи никогда не уйдут у меня из головы. Я думал о том, чтобы создать анонимный профи для этого комментария, но да похуй. Когда мне было 13 лет, мне приходилось использовать носки вместо прокладок, потому что мы были настолько бедными, что не могли позволить тебе купить ни туалетные принадлежности, ни менструальные средства. В то время талоны на питание были реально бумажными талонами. Мы с мамой ходили в магазины и покупали на них копеечные конфеты. Там нам давали сдачу реальными деньгами. Потом мы брали накопленную мелочь и оплачивали ею счета или покупали то, что нельзя купить на продовольственные талоны. Как-то раз, когда у нас не осталось талонов, мы целую неделю питались только рисом, сахаром и сухим молоком. Все это пиздец как стыдно, но мне хочется думать, что это помогло мне стать лучшим человеком. Моя мама благодарная, замечательная женщина. И несмотря на то, что мы переживали тяжелые времена, когда я была маленькой, я всегда чувствовала себя любимой. К счастью, сейчас я нахожусь за чертой бедности, примерно на нижней ступени среднего класса. Но я никогда снова не вернусь в голодные времена. Сейчас я живу посредством. Я с завистью и подозрением отношусь к людям, у которых в жизни всегда все было отлично. Боже, пожалуйста, не стыдись этого. Гордись собой и своей мамой за то, что вы пережили те дерьмовые времена. Для меня быть бедной означало идти в школу пешком под дождем. Это был маленький городок в Новой Зеландии, где не было автобусов. Дорога занимала около 30 минут. Меня заставляли переодеваться в одежду со склада потерянных или забытых вещей. Потом одноклассники показывали на меня пальцем и смеялись, потому что я носила их одежду. Я никогда не могла понять, как дети могут терять одежду и обувь. Моя мама меня бы убила, если бы я пришла домой без своей единственной пары обуви или единственной приличной куртки, которую уже и так мне кто-то передал. Я до сих пор с трудом держу себя в руках, если одна из моих приемных дочерей теряет пиджак или пару туфель в школе. Они не неблагодарные, они замечательные дети. Я просто не могу избавиться от менталитета бедняков, когда речь заходит о каких-то таких вещах. Моя бабушка родила мою мать в 16 лет. Еще две дочери родились у нее к 20 годам. Когда моя мама умерла, моя сестра перебирала ее вещи и нашла записку, написанную моей бабушкой. Насколько я знаю, это было, когда моей маме было где-то 4 года. Беверли была самой младшей. В то время она была совсем еще младенцем. Мои дочери голодны, и нам некуда обратиться за помощью. Беверли не ела уже 10 дней ничего, кроме воды и сахара, смешанных в ее бутылочке. При этом сахар я украла. Боже, найди кого-нибудь, кто сможет прокормить моих дочерей. Я клянусь всем сердцем, что никогда не буду вмешиваться в их жизнь каким-либо образом, если только они сами не захотят со мной связаться. Я клянусь каждой тестичкой своего тела. Боже, помоги мне, ведь они моя жизнь. Бабушка отдала всех трех дочерей в приемную семью, и следующие несколько лет занималась проституцией, чтобы выжить. Вскоре у нее появился мужчина, которого я уже знала как своего дедушку. Он вытащил ее из этой жизни, женился на ней, и всю оставшуюся жизнь они жили в достатке. По сей день я не знаю, каким образом моя мать и две ее сестры воссоединились с моей бабушкой. Бабушка и дедушка, которых я знала, были счастливыми, любящими, радостными людьми. Только гораздо позже я узнала, из какого дерьма она выкарабкалась. Мой бывший, который был торчком, научил меня, что если три или четыре раза ударить молотком по четвертаку, то он станет точно такого же размера, как долларовая монета. Я брала свои фейковые четвертаки, клала их в торговые автоматы и нажимала кнопку возврата, чтобы получить четыре четвертака обратно. Хитрость заключалась в том, чтобы не делать этого с одним и тем же торговым автоматом больше нескольких раз. Я делала так всего несколько раз, чтобы купить себе поесть, но мне до сих пор противно от этого. Не я, а моя жена. Она выросла в очень бедной семье. Одна из зим выдалась для них очень суровой. Они на тот момент уже доедали последние бутерброды с майонезом, которыми питались больше недели. Но тут вдруг какая-то машина сбила лося на дороге, после чего родня моей жены подобрала его и законсервировала всю тушу в банках. Моя жена до сих пор говорит, что это было лучшее, что она когда-либо ела. Моя мама продала колеса от нашего трейлера за 50 долларов. К нам пришел какой-то металлоломщик, отпилил их и увез с собой. Я помню, как сидел в гостиной и слушал, как работает пила. Она была очень громкой и пугала меня. Такая вот жеза. Я продал несколько своих игр для Xbox 360 в GameStop за кэш, чтобы купить алкашку. Я исчерпал все другие варианты и был в отчаянии. Сотрудник GameStop снисходительно дал мне понять, что если я возьму эти деньги в качестве кредитов, за которые я смогу купить у них другой товар, то я получу больше денег, чем если бы я взял их наличными. Я сказал ему, что мне нужен кэш, на что он язвительно ответил, ага, никому ведь не нужно ничего тут покупать. Я пробормотал, видимо, да. На тот момент я был сильно измотан удручающими масштабами своей зависимости. Он поднял взгляд с прилавка, посмотрел мне в глаза и сказал, это был сарказм. Моя самооценка в тот момент была настолько низкой, что я даже не смог послать его нахуй, хотя он этого заслуживал. Я забрал свои деньги и ушел напрочь убитый. Пошел нахуй, Райан из GameStop, в Кромвеле, штат Коннектику. Ты высокомерный пиздюк, я бы с удовольствием вмазал бы тебе пару раз поебальнику своей левой рукой. У нас в шестом классе была одна очень бесящая девчонка. Она все время всем грубила и пыталась командовать. Я ненавидел ее до глубины души, потому что она была из высших слоев общества и при этом относилась к людям ниже себя, как к животным. Единственная причина, по которой я с ней общалась, заключалась в том, что мы вместе участвовали в научной ярмарке. К этому времени года большинство одноклассников либо знали, либо догадывались, что я бедная. Из-за того, какая у меня одежда или того, что я ела бесплатные обеды и иногда забирала их домой. Так или иначе, мы отставали по программе и тянули с исследовательской работой для научной ярмарки. Так что наступило худшее. Нам пришлось провести всю ночь у нее дома. В то время у меня дома никого не было. Отец умер, а мама лежала в больнице на химиотерапии. У нас не было ни тепла, ни электричества, и это была середина зимы. Поэтому, чтобы согреться, я брала своего младшего брата в местный продуктовый магазин. Он работал круглосуточно. И мы спали в туалете. Нас убаюкивала рождественская музыка, которая играла в магазине, создавая нужное настроение покупателям. Мой брат тогда еще не все понимал. Он думал, что для нас специально играют этот концерт. Я фактически была мамой для своего младшего брата, поэтому у меня не было возможности пойти к ней домой в одиночку, оставив дома братика. Короче говоря, мне пришлось пойти к ней со своим младшим братом. Наивные родители-одноклассницы подумали, что мы девочки специально взяли друга, чтобы поиграть с ним. Самым унизительным было то, что она все знала. Эта девчонка знала все мои обстоятельства, но все равно весь вечер делала разные неприятные намеки и замечания по этому поводу. Но плевать. Я обеспечила своего братика теплой постелью, а не уложила его к себе на руки в туалете магазина. Обеспечила его бесплатной едой. При этом я ее не крала в супермаркете. И это был не школьный обед, который я положила в рюкзак на 8 часов и принесла домой. Независимо от того, как я пытаюсь оправдывать свои действия, в глубине души я знаю, что все это было жалким зрелищем. Но я горжусь тем, что я делала все, чтобы моему братику было хорошо. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой самый жалкий поступок вас вынудила совершить бедность. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока. Обнял.